Приветствую вас дорогие друзья на канале Михаил Ищетопик Геймс и Кривая Дорога очень стратегически важная локация для того, чтобы пройти уверенно весь сезон и плюс к этому получить крутой бесплатный бездонатный скин, причем еще и с активкой, это впервые в игре Лаздая Нурсервал, вообще такое случается, улучшать броню, поэтому прямо сейчас не забудьте поставить лайк, написать комментарий и конечно подписаться на канал. Хотел еще одно спросить, а какого уровня у вас уже вот этот вот скинец крутейший? Тут конечно только первого, но я думаю что не за горами уже и второй. Первое что нам нужно конечно же вот пострелять с гранатометов и это принесет нам немножечко бонусов, но для этого тоже нужно постараться, причем очень сильно и стрелять я думаю что зависит только от нас. Я так понимаю что практически ничего ты сделать не сможешь, даже если указываешь что стрелять нужно туда, она стреляет куда ему захочется, поэтому может быть у вас есть какая-то подсказка почему этот миномет стреляет именно туда куда ему хочется, хотя же я указывал верхний угол. И все у нас в принципе хорошо. Хорошо, лучше всего вооружитесь каким-то серьезным оружием, потому что здесь вас ждет уже перестрелка передряга и бам по губам это очень неплохо, лучше всего станковать и перенести на себя весь урон, потому что отсюда нам придет один помощник. Вот этот вот мужик поможет нам в дальнейшем открыть ящик, это очень круто, я у тебя в долгу, если будет нужна помощь, дай знать, я выручу и этот мужик уже нас выручит и плюс к этому мы еще и получаем вкусняху вот в этом ящике и на шибках генезис и немножечко металлической проволоки, это тоже нам плюсик к прохождению и это тоже важно. Идем дальше, дальше тоже у нас интересно и ты прямо как на моем сне, надо зачистить всех здесь, поэтому воспользуйтесь ближнебойным оружием, тут больше всего подойдем нам режим стелса и я думаю, что прямо сейчас идеальнейшее прохождение это важная тема для всех игроков, потому что все что ты тут делаешь будет отображаться в конечном результате, обязательнейшим образом используй все что можно и возможно в игре. Поэтому нужно помощью пользоваться, сначала помоги всем и потом все помогут тебе, прям звучит даже как, я не знаю, дилемма для всей жизни, помогай всем и все помогут тебе, это блин даже можно так сказать кредо всей жизни, вау, да, ну в принципе подходит. Кстати мачете с одного раза рубашит, вы видели, два крита подряд. Убейте всего лишь 9 зомби, которые не сильно тяжелые, всего лишь один толстяк и сейчас я вам покажу зачем мы конечно же делали это все дело, потому что мы сможем вот этот вот ящик. Ящик обязательно не сейчас, потому что у нас еще здесь есть дела, левый верхний угол карты поговорить с Нуксом, Нукс, ну у тебя имя, конечно же я ничего про имя плохого не скажу, это действительно ты. Итак, смотрите, вот как только зачистили и помогли вот этим вот Генезис пацанам, он просто вылезет на вот эту вышку и будет там, нам нужно отойти и опять прийти, да, и он уже на вышке. То есть этот пацан в открытии вот этого ящика нам уже будет помогать, подстреливать Генезис оружие очень-очень круто и неплохо. Но это еще не все, потому что дальше нас ждет еще немножечко приключений. Здесь тоже лучше взять что-то посерьезнее и выйти на охоту. Привет мужики, отбейте атаку. Вот здесь важно, важно отбивать атаку, потому что эти тоже сами не пройдут. Я думаю, что тут и калаш поможет и все что угодно. Некоторые вот эти паразиты очень-очень коварно разваливают этих рейдеров, поэтому лучше какую-то амочку, калашик, глотчик, короче, короче, короче. Дождитесь байкера и заберите добычу. Во-первых, этот байкер уезжает на место стрельбы с миномета. Сейчас он через секунду вернется, это круто, потому что он привезет нам немного бонусов, тех индюшек, которым мы расстреляли. Если вам удалось устрелять 5 индюшек, он привезет 5, если 3, то 3. Увы, мне только 3. Итак, вот он пришел. Пацан, держи, это твоя доля. Круто. То есть он положил все сюда. Нет. Нужно подойти к нему, да. Во. Да что ж ты спиной-то разворачивайся. И плюс к этому всему, кроме этих бонусов, как видите, я 3 расстрелял, ты получил еще одну нашивку. Ты получил индюшек. И ты, самое главное, получил крутую помощь в защите или зачистке вот этого ящика. Вот этот вот мужик, можно сказать, будет помогать тебе во всем. Очень круто и очень приятно. Итак, дальше на этом наша история не заканчивается. Потому что в дальнейшем мы идем еще и наверх. Верхний правый угол. Ты кто? И обязательно нужно помочь ему отбита вот от этих мужиков. Может быть они и с копьями, но стрелять-то они тоже неплохо. И по-моему, я уже сделал что-то не так, потому что нужно было станковать раньше. Надеюсь, что... Надеюсь, что это не был тот мужик, который должен был мне помогать. Я не успел. Ну, ничего, ребят. Я думаю, что вы точно знаете, что этот мужичара может вам помочь тоже. О! Все-таки я спас того, кого нужно. И с кольк питоном мужичара тоже вылезет на вышку. Это круто. Несмотря на то, что байкеры потеряли одного из своего отряда. Но, тем не менее, и этот тоже нам будет помогать в нашей зачистке. Это круто. Это похоже практически на идеальную зачистку. Итак. Ну, для того, чтобы здесь себя чувствовать уверенно, я думаю, возьму два дробовика. Хотя я не уверен, что двумя дробовиками справлюсь. Но у меня же есть неплохая поддержка. И мы можем начать. Начать фи, фа, фу, фа. И теперь, как вы видите, пацаны, вообще, ребята, нужно просто-напросто отбивать. Никуда бегать не нужно. Если вы будете бегать за зомби, то это будет большая проблема. Смотрите. Один помогает. Второй помогает. Третий помогает. Все просто помогают. Это просто нереально круто. И я думаю, что зачет зайдет. Смотрите. Тот вообще с Генезиса практически никого не подпускает. Единственное, контролировать нужно вот этих вот больших. И помогать немного нашему пацану. Так. Пацаны вообще, ребята. Бам. Все. Я пострелял немного с этого дробовика. Я думаю, что с Глоком можно было пройти все. Ребята, конечно, не убивают всех зомби. Но, тем не менее, вот этот вот свалевокольт питона, как минимум, валит одного большого. И Генезисский пацан тоже, где остается в долгу, тоже валит одного большого. И вам не приходится тратить на это свой огнестрел и как минимум свое время. И теперь открываем. Вкусняшки прилетают к нам один за другим. Это просто круто. Это просто идеально. Можно забрать все. Бензин, аптечки, еда. Все это пригодится. Я думаю, 100%. Каждому из вас пригодятся и дубовые доски, и карбон, и бензин. Круто, круто, круто. Это просто нереально круто, потому что вы будете проходить. Подобное задание каждый день. И давайте выменим это все дело на нитки. Я также говорил ребятам, что если вы хотите получить нитки, то у вас есть 19 дней. Каждый день, как минимум, ниточка прилетает. Но мне кажется, что фестиваль перемирия будет изменен ровно на второй неделе. Потому что у нас перепутье, это вторая неделя будет открыта, кстати, с крутыми бонусами. Вторая неделя нашего сезона тоже. Кстати, не забывайте забирать ежедневные бонусы. Это тоже важно, потому что если вы этого не сделаете, то в конце оружейных ящиков не добыть. И теперь мы залетаем. Итак, ребят, фестиваль перемирия это круто, потому что здесь вы добываете все-таки, собираете свой сет. Не нужно много времени уделять игре. Нужно всего лишь заходить на несколько минут, выполнять вот такие вот нехитрые манипуляции. И быстрейшим образом закидывать вот эти вот крутые предметы. Купончики получены. И как минимум вы получаете неплохой бонус. Итак, у нас здесь все уже забрано. Конечно, можно забрать еще вот эту вот штуку от АТВ. Но лучше всего нитки прочные. Нитка! Ну и я буду угадывать до тех пор, пока не угадаю, где нитка. Обязательно мне теперь придется еще и пройти задание. Так как нитку я сегодня не нашел с первого раза. Выполняя вот эти вот задания, поручения, вы тоже получаете 20 очков. И в принципе, очень-очень легко это делается. Я вам скажу. Передайте камни каменщику на фестивале перемирия. Я надеюсь, что камни у каменщика есть. И мы это увидим. Ресурсы. Камень. Где ты камень? Известняк. По-моему, это камень. Улучшенный же не нужен. Это мужик требует камень. Пожалуйста. То есть, уже выполнил одно задание. Обязательнейшим образом забираем наши булавки. И вставляем железную или стальную проволоку. Также я вам скажу, что больше всего дает бонусов вот этот вот станок. Как бы это ни было. Мне кажется, что в будущем задействуется и этот мужик. И обязательно с собакой куда-то будем ходить. То есть, заданий станет как минимум больше. Поэтому нам нужно на кривую дорогу. Был вкопан в автобус. Так. Территория. Очередной знак. Был вкопан в автобус. Нужно что-то сделать. И обязательно это мы сделаем. Прямо сейчас отправляемся на кривую дорогу. Прямо сейчас мы выполняем там крутую миссию. Кстати, я немного заговорился. И лучше всего приходить именно сюда. Вначале брать задания. Потом ходить на кривую дорогу. Тогда потратите также немного меньше времени. Ну, насколько я понимаю, если мы знак вот этот вот будем ломать. То нам будут пацаны вовсю мешать. Мешать, мешать, мешать. Не кашу. Залетаем. Привет. Тут уже мы отстрелялись. Здесь мы забрали. Здесь пацаны вообще ребята. И вот походу наш знак. Нужно топор. Надеюсь, что топор мы так же быстро найдем. Потому что я думаю, что тут не нужно будет использовать железный. Достаточно будет всего использовать простой деревянненький топорчик. И... Ну... Все. Задание выполнено. Миссия completed. Да. Mission completed. И я думаю, что мы сейчас выдвигаемся назад. Ну, назад... У нас будет еще одна попытка угадать, где запрятана нитка. Но я еще скажу, что это еще не конец. Потому что нитку можно будет еще разочек потянуть. Например, отправляясь в пещеру, тихую пещеру, или как там она называется, по-моему, тихая, да? Обязательно там тоже находишь. Это все тоже нужно зачищать. Провиант. Конечно, это идеально. Идеальная тема с провиантом. Провиантом. Ну, много провиантов это просто... Просто очень много провиантов там нужно. Мы залетаем сюда же. Забрали все задания. И теперь у нас есть, по-моему, возможность еще... Куда я побежал? Возможность еще разочек открыть. Ну, блин. Я не знаю, с везением, что у меня сегодня в центр. Блин. Первый раз не очень радуюсь нашей трансмиссии. Но если вы угадали нитку сразу, обязательно, ребят, оставьте карточки на завтра. Может быть, завтра вам меньше повезет, так как мне, и придется потратить больше карточек. Хотя, если здесь есть нормально, нереальные награды, которые вам нужны, такие как трансмиссии, просто подождите. И, кстати, ребят, здесь есть одна очень неплохая подсказка. Что можно выбить за вот эти вот крутые жетоны? Я понимаю, что угадать, угадывать можно бесконечно. Но это тоже, конечно же, крутая тема. Что хотел сказать? Смотрите, что там может выпасть. Там могут выпасть знаки отличия. Уравнители, калаши, кавлары и бронежилеты, тактические рюкзаки. Элитные щенки. И это все, что здесь есть, может выпасть там в обмене на купоны. Поэтому попросил бы вас, что вам выпало самого ценного из нашей крутой, как говорится, вот этой вот обменки. Мне выпала трансмиссия. Это самое крутое, что я получил в этом, можно так сказать, сезоне. Ну а мы пока что отправляемся дальше. Проходить, выживать и надеюсь, что вот такой вот идеальный ролик для прохождения всего вам зайдет. Всем вам удачи и пока. Не забывайте о подписке. Оформляйте спонсорство. От этого, можно так сказать, мотивация снимать еще больше роликов. Можно так тоже сказать, переходит на совсем другой уровень. Спасибо огромное. Всем удачи. Пока. Мы увидимся в следующих видео, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok